МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом. Раз уж на то пошло. Такие шокирующие слова произносит в своем интервью еще до суда гражданин Чехии и наемник ВСУ Филипп Симон. И это интервью, в котором мародер и убийца наговорил себе как минимум на пожизненно. Стало откровенным признанием, русские в буче ни при чем. В суде вояк одержался самоуверенно. В его автобиографии средняя гастрономическая школа сменил много мест работы и зарабатывал около 50 тысяч крон в месяц. Когда произошел вооруженный конфликт на Украине, он отправился прямиком туда. У него были найдены береты спецназовцев, украшения, деньги, солнцезащитные очки, оружие, инвестиционные слитки из драгоценных металлов и кислородная маска пилотов самолета Ан-225 Мрия. Помните те ужасные события, которые с удовольствием обсасывали все мировые демократические СМИ? Тогда русских солдат выставили палачами и мародерами, которые якобы и не стеснялись ни насиловать, ни казнить, ни воровать. Спустя время тонный доказательств того, что это было тщательно срепетированное и не очень блистательно отыгранное кровавое представление. В первую очередь я заметил трупы, которые лежали в центре города, в центре буча. И в этот момент я замечаю, как из небольших машин достают другие трупы. Эти трупы достают военные и гражданские и раскладывают их рядом с другими трупами на дороге. В этот момент журналисты ждут, пока разложат трупы. И как только трупы разложены, они начинают фотографировать. И я сразу понял, что они сделали эту постановку для того, чтобы сделать наиболее впечатляющие фотографии. Разумеется, 27-летний чех оспаривает мародерство, но незаконность службы признал, а объяснил ее своим украинским происхождением. Прекрасная попытка получить индульгенцию на убийство и воровство. Не правда ли? Так делали все, заявил на суде Симон, воевавший на стороне ВСУ в зоне конфликта. В Буче Симон был в 2022-м, как раз тогда, когда русская армия оставила Киевскую область. Именно тогда в городок зашли иностранные наемники и националисты. И последовала страшная бойня мирного населения, в которой, разумеется, Зеленский и его прислужники в рамках замысла западных спецслужб объявили русскую армию. Удивительно, что подробности преступления стали известны из уст чешского наемника в русофобской, казалось бы, Чехии. Неужели наступает информационная оттепель и СМИ наконец начинают прозревать? Он следовал тому, что ему говорили командиры, а еще им двигало желание позаботиться о семье и обеспечить ее. То, что он действовал противозаконно, он якобы не осознавал. Чех даже пожаловался суде, что получил на Украине травмирующий опыт, что впервые в жизни видел убийство и изнасилование. Интересно, с чьей стороны? Риторический вопрос. Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи, и я не сделал ничего такого, что не делали бы другие. В интервью, которое он давал ранее и которое стало основой для обвинений, важно обратить внимание сразу на несколько интересных моментов. Во-первых, серебро и другие ценные вещи остались нетронутыми во время того, как упомянутые чешским наемникам жилые дома были под контролем российской армии. А украдены были вовсе не злобными русскими, воровавшими по словам украинской пропаганды все подряд вплоть до унитазов и стиральных машин, а перекочевали в карманы Симона и его героических побратимов из ВСУ. Во-вторых, мародерством украинские войска занимались не только на вражеском Донбассе, а и вполне себе лояльной режиму Зеленского, да еще и преимущественно украиноязычной Киевской области. В-третьих, все эти события происходили как раз в то время, март 2022 года и в тех местах, в Буча, которые были использованы для громкой пропагандистской спецоперации о кровавой резне в Буче, якобы устроенной российскими военными. Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли почти 700 мирных жителей. Почти месяц российские военные убивали, насиловали и пытали мирных жителей Бучи, грабили их дома. Теперь же чешский наемник прямо говорит и о массовом мародерстве украинских военных, и о том, что они выступали в качестве расстрельного отряда именно в этом районе. Показательно, что на суде фактическое признание Симона в том, что он был обыкновенным палачом в отряде ВСУ, проигнорировали, а судят его отнюдь не за убийством. Таким образом, все эти истории, и о которых широко рассказывали украинские и западные СМИ, действительно могут оказаться правдой. За исключением факта, который все эти медиа решили тактично опустить. Преступление совершали украинские вояки вкупе с западными наемниками. И как тут не вспомнить историю из цикла Виктора Драгунского про Дениску с названием «Тайное всегда становится явным». Мам, а что это такое? «Тайное всегда становится явным». Ну, это значит, что если какой-нибудь человек поступает нечестно, то про это все равно все узнают. Ему будет очень-очень стыдно. Но это не в данном случае. Да, вот еще далеко не всем наемникам везет так же, как Филиппу Симону. Этот хотя бы смог вернуться на родину. Правда, чтобы предстать перед судом, зато живым, многим везет откровенно меньше. В июне группа литовских наемников попала под обстрел в Покровске. В результате огненного шквала, который обрушился на них, боевики получили ранение. Одному серьезно повредило ногу. Ее пришлось ампутировать, и домой вояка вернулся калекой. Еще один получил ранение в руку, остальных сильно контузило. Чеху несказанно повезло. Цел и невредим, хоть и за решеткой. Жаль, непожизненная. Редактор субтитров А.Семкин